Девушки отдыхают Модерн Перефундамента под него не хватает Вон смотрите на сколько его передвигать надо На целый метр Не метр, а метр двадцать Да и что? Кабеля не хватает А может его нарастить? Ну как нарастить-то? Ну муфты куда я буду ставить? Ну подскажите мне Хорошо, давайте тогда новый кабель протянем За счет заказчика Да вы представляете, это ж все поднимать надо Это на неделю с лишним работы Это невозможно, и думать нечего Задержку на нас свалят Нам цех пускать надо Что предлагаешь? Как? Как что? Мое дело маленькое, я бригадир Мне прикажут, я сделаю Твое начальство Только зазря корячиться тоже надоело Что значит зазря? А то Ползали, ползали по этой траншее безо всяких И все впустую Нет уж, Павел Витальевич У меня Кроме материальных заинтересованностей Ничего не осталось Все Платите вдвое больше И то не знаю Рвать этот ваш голубев Ты на голубева не вали Ищи выход Да С меня голову снимут Если мы пуск задержим Но и у вас на плечах Одни уши останутся Надо что-то придумать Ай Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 В чем дело? Вы хотите о чем-то спросить? Простите. Субтитры создавал DimaTorzok Очень рады бы вас видеть. Но сонзорей, да бы в России, кажется так. Месье Лаптев, надо же. О, кого я вижу. Такими судьбами были здесь. Вот уж не ожидал. Ну что, запамятовали? Кузьмин. Товарищ Кузьмин. Товарищ Кузьмин. Стыд мне и позор. Молодой инженер и посмел запамятовать начальство родного управления. Это все от того, что я не ожидал вас здесь увидеть. Да случайно я здесь, случайно. А вы? Я? Делегат. Я ведь соискатель. А вы как думали? А никак я не думал. Не успел. Понятно. Буфетом не интересуетесь? Рекомендую. Неплохо. Математиков обеспечивают. Виноват. Не огорчить бы. Да. А я ведь тоже забыл вашу фамилию. Вроде как бы Набейли, Набу. Зубаткин. Сандрик. Держи. Упой. Спасибо. Еще не все. Помидоры не забудь. Ага. Слава грузинской школы, звезда первой величины. Анчабадзе Виктор. Ага. Спасибо. Пожалуйста. Никогда не мог представить такого количества математиков. Проблема единственности решения разрешимы при условии. Уж простите нас. У нас математиков все, никак у людей. Наверное, для постороннего это птичий язык. Да. Атаковали меня сегодня венгры. Они по-нашему не бум-бум. А я по-юхнему с той же силы. И что вы думали? Поговорили за милую душу. Да. Математика, госпожа, всех наук. Мы ни от чего не зависим. Только от этого. Госпожа, я-то думал. Помощница. Пускай не госпожа. Пускай служанка. Пожалуйста. Но ведь и служанки бывают разные. Одна несет за госпожой шлейф. А другая впереди факел. Освещая дорогу. Понятно? А если без факела, а? Если местами попробовать быть чистым. Э-э-э. Между прочим. А вы наши пускатели просчитали? Вот терраса. Нашли, называется. Время и место. А все же. А вы сюда из-за пускателей приехали? Да. Увы. Должен вас аллерчить. Не успеваем. Эх, вы служанки. Не факельщики вы, а халдеи. Вам лишь бы защититься, степень схватить. А вы как думали? Неужели вам за столько лет не обрыгло? Коммутаторы, аккумуляторы, сердечники, наконечники. О, Господи, как вспомнишь, так вздрогнешь. Чем занимаемся? Э-э, нет. Скорее бы защита и... Прощайте, чао. Конечно, отвлеченными материями куда как приятнее заниматься. И доходнее, вон семгой кормят. Из отвлеченных материй довольно практические вещи получаются. Вот взять пример этого Эйнштейна. Не надо Эйнштейна. Ха-ха, чудак-то, я ж так, для доходчивости. Для доходчивости пользуюсь, например, моей собственной жизнью. Да какая у меня жизнь? Я знаешь, что для них? Я карьерист. Человек, который хочет остепениться, ищет легкой жизни. А вот вы спросите, почему ты, Зубаткин, не хочешь у нас в конторе работать? Ну, почему? Да надоело. Никому мои способности в этой конторе не нужны. А вот, пожалуйста, в прошлом году толкнули мы одну идею. Посетян. Ну и что? Да ничего. Под сукно. Кабеля нету. Все правильно. У начальника управления действительно не было кабеля. Он тогда за тысячу метров кабеля отдал бы все его гениальные идеи. Вот, вот именно. Вычисляй и не рыбайся. Какая у меня перспектива? Сидеть и ждать, пока место освободится? А в науке? В науке все решает молодость и способности. Есть соревнования. Кандидатская, докторская. Движение. Движение. Я вас понимаю. Не творческая работа, это не работа. Инженер это еще не человек. Человек, по-вашему, начинается с кандидатской. Да. Кандидат, как дворянское звание. Пожаловано навечно. Вот именно. Мы ученые. А какие ученые, неважно. Хоть паршивенький, но свой. Своё сословие. А что это вы так разгневались-то? А, понятно. Посредственностью командовать удобнее. Она послушная, она поперек не пойдет. А талант то критикует, то своими мыслями. Эй, да ладно. Кто не занимается творческими делами, тот не поймет. Так ведь все относительно. Вон, десять лет назад на Урале я предложил подвешивать трансформаторы. Добивался, доказывал. А потом назначили меня начальником этого строительства. И... Ну и что? Ничего. Ничего, но не она. Та была... Да, что там с трансформаторами? А ничего, назначили меня начальником. Но я сам отклонил эту идею. А в науке важен результат. И только. Кто добился, тот и прав. Это еще вопрос. Не любой ценой. Талант, если он подонок, меня лично не устраивает. Фух, шеф отплывает. Нельзя опаздывать, он у нас этого не любит. Я к Нурматову. Я послушаю автоматчиков. До свидания. И позднее подойду. Чао. Хорошо, в перерыв встретимся. Чао. Чао, чао. Желаете что-нибудь? Пиво, чай? Нет, нет, спасибо, ничего. Я жду тут одного человека. Даму. Как вы там? Нормально. А ты скоро? Меня никто не спрашивал? Нет. Папа, а разве на юге бывает северное сияние? Бывает, все бывает. Вот что. У меня тут совещание, я задержусь. Мама спрашивает, ты кушал? Даже очень. Я ищу. vegetation slал. Мама спрашивает. Что? Мама спрашивает. А將ат. Играет музыка 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 Но функция получается Разрывной Правильно Искомые коэффициенты Можно определить Моделируя систему Простите, на что он ссылается? Да вон же сбоку написано Ну и что? Немного рискованное Играет музыка Играет музыка Играет музыка А как он назвал это уравнение? Уравнение Кузьмина Он же вначале об этом говорил А другие работы у этого Кузьмина были? Не знаю Играет музыка Это достаточно любопитно Но достаточно ли гладок правый край Может быть Фотил лессе Но будет ли это решение единственным? Да И надо помнить, что Н от Т функция веса Безусловно, месье Безусловно Так что вы зря Месье, Решард Ни в коем случае Нет, нет Еще раз нет Простите, месье Меня этот Кузьмина не решает А позволяет решать Позволяет Это решение не хуже другого Пожалуйста У вас вопрос? Да Скажите А Вот эта работа Кузьмина Была опубликована? Давно Еще в трудах Политехнического института Впрочем Перерыв может ознакомиться Может быть Действительно Объявим перерыв? А? Перерыв, товарищи Перерыв Вы соберите бумаги Подготовьте следующий вопрос Послушаем Урванцева Вы спрашивали? Вот, пожалуйста Теперь на него будет ссылаться После того, как я запустил ее на орбиту Знаете, я тоже случайно обнаружил Ну, кое-что устарело Есть ляпы, наивно Но сама идея вполне Больше я ничего не нашел Очень жаль, что он этим бросит заниматься А вот где теперь этот Кузьмин? Не знаю Посмотрите, что он пишет Есть основания считать возможным Построить общие теории таких систем Каково, а? Почти дошел до минимальной критерии Значит, у него и тогда была заложенная идея Ну, писать-то все, что угодно можно Вот что он имел в виду? А если он в самом деле прав? У истоков истина всегда виднее Возьмите фирма Сидел Читал старика диафанта И писал всякие примечания на полях В том числе и свою формулу А сбоку нацарапал, что Для доказательств, мол, места не осталось И вот 300 лет бьемся и так, и так Ищем доказательства Только лишь потому, что тогда под рукой Не оказалось чистого листа бумаги В математике все возможно Ибо наука эта выше всякого смысла А, В, Лапте Да, узнал Да, а где же все-таки этот Кузьмин? Почему бы его не спросить? Ты что же думаешь, что... Кузьмин? Кузьмин, подождите, я же знал его Да, мы же вместе с ним как-то в Крыму Он же у Курчатова был Петин любил, как же знал я его Остроумнейший был человек Но позвольте, он умер Да, да Вспоминаю, мне говорил кто-то Чуть ли не дважды лауреат Но умер Точно Точно Спасибо Пожалуйста Ну, Вектор А вы что, не знали, что он умер? Чипись ты Пункция правдоподобия Пункция правдоподобия Если следовать Хи квадрат, нет оснований Надо же Статьей интересуетесь? Я в этом мало смыслю Ага Значит, не смыслите Значит, случайное совпадение, да? Что именно? Да вот это Кузьмин и... Кузьмин Да и вы здесь Это же надо какое стечение обстоятельств Мистика Зачем вы со мной хитрите? А вы знаете, кто автор? Он умер Это ваш брат? А может, это я сам? Что смеетесь? Не похож, да? Да, знаете, как-то не получается Да вы же сами сказали Мало ли, что я сказал А, так-так-так-так А что, если вы Примеряете лавры? Что-то, как-то То-то же, то-то же А знаете, мне это не важно, кто он Важно, что он сделал Инициалы-то сходятся Не может этого быть А видите? П И я П Павел Витальевич Я же знал, что вы Павел Витальевич Как? Да эти-ка я Да, ну, да, ну, нет Нет, нет, она уже ерунда Да ну Да все чепуха Фантазии у вас маловато Я все думал, чего это вам не хватает Фантазии Павел Витальевич, вы, кажется, в эти годы Заканчивали политехнический институт Было дело Ну, вы должны его знать Кого его? Ну, Тезку Тезку Кузьмина Ну, согласитесь, инициалы сходятся Ну, это редкостный случай Ну, ведь бывает так А? Мало ли однофамильцев Послушайте, Зубаткин А что этот Нурматов? Он правильно оценивает? Ну, в общем и целом, как говорится Видите ли, Павел Витальевич Я примерно этой областью занимаюсь Да? Эта работа становится новым направлением И плодотворнейшим Так В ней есть одна мысль Наисовременная Да? Да А что это с вами? Ой, Зубаткин, Зубаткин Как вы хорошо говорите Хотите, я вам отпуск дополнительный устрою? Отпуск годится Все-таки Где же этот Кузьмин? Перед вами Где же еще? Ну, что ж, давайте Объявитесь Вам самое время, как говорится Выйти из небытия Слушайте, Зубаткин А что, если и в самом деле Насколько эта работа тянет-то? В каком смысле? Ну, в этом смысле А-а-а Степенью интересуетесь Как говорится, доход с капитала На докторскую Без защиты Ханнерис Кауза Докторскую? Докторскую А что, если и в самом деле Возьмем, да и жахнем По всем этим доцентам-оппонентам Вот вам и гонорий Сказус Причем без всякой защиты А? Кандидат наук Зубаткин Как тебе по-батюшке? Ну, впрочем Это значение не имеет А я Доктор наук П.В. Кузьмин В данном случае Это значение имеет Раз И в дамке Все, чепуха Не верю я вам Да я и сам не верю Инициалы Да мало ли имен на П Петр, Пахом, Прохор Прокофий, Пафнутий, Парфен Пимен Тогда разрешите вас спросить Почему же вы бросили науку? Если вы настоящий Кузьмин Почему вы не математик? Почему вы скрываетесь? Ну, что-то так разволновался Мало ли как сложилось Да вы не имели права Ее бросить Что бы там ни было Это безнравственно Откуда ты знаешь Что нравственно А что безнравственно? А слушаться старших Это нравственно? Вот старшие мне и сказали Все это ерунда Да нет, даже так А почему не плюс? А почему не минус? А почему не топор с рукавичкой? Кто же вас так? Кто? Кто? Туманно и несерьезно А впрочем Впрочем, не стесняйтесь Раз вы не умерли Раз вы живы, требуете своего Отличную карьеру можете сделать Внешность у вас Мушающее Биография, ну, я надеюсь Производственник у нас в науке Зеленая улица Все-таки Кузьмин этот Похож на миф Боюсь я, что В наличии его не имеется Да мне тоже с трудом верится Что П.В. Кузьмин Это я Вот именно Ну, хорошо А что-нибудь по критериям Вы помните? Нет Тогда зачем же вы? То есть как? Ну, зачем же вы нужны? Зачем вы возникаете? Ишь, как у тебя просто Послушайте, Павел Витальевич Проблему Нурматов понял важнейшую Она имеет прямой выход На крупные энергосистемы В космос Не мешайте Ну, помочь вы нам ничем не можете Следно, зачем вам? Ну, а что Что касается Куда вы? Да, че пись ты Что с тобой, Сандрик? Видел, к кому он пошел объявляться? Ну, знает пружины Карьерист Аля Аля А я тебя искал Вернее, я искал ту женщину Я не узнал тебя Сейчас узнаете, Павлик? Аля Откуда? Я слышал, после смерти отца Ты уехала в Москву Там у тебя тетка, конечно И что же было потом? Ну, потом было много всякого Потом Вышла замуж За одного нашего общего знакомого Вот как? За кого же? Как я выгляжу? Да Послушай, так это ты внесла меня В список? Тут не только я Тут судьба Я вас искала, Павлик Но тут приехали французы Я с ними завозилась Пришлось устраивать Хотят ВДТ Хотят Петергов Хотят Прусский музей Там выставка подносов Тоже интересно А что нужно слушать в оперном? Оу Это вроде как бы не очень По моему министерству Я сейчас зашел на секцию А как же? К Нурматову Это ваша секция, Павлик Ну, вы выступали? Как вас встретили? Непродолжительными аплодисментами Нет, подождите Вы представились? А они меня и так узнали По портрету В прошлом году был напечатан В газете Тихвинская правда Не видела? Пуск Череповецкой ГЭС Я там третий, слева Вы промолчали Понятно Вы расстроились, да, Павлик? Вы решили махнуть на все рукой Еще бы Я понимаю Если бы не Лаптев Столько лет пропало Вы сейчас могли быть Замечательным математиком Папа всегда говорил Что у вас исключительный талант Ну, это вряд ли Нет, не говорите так Ведь отец Он же до последнего дня Ждал вас И Он же писал Что договорился Устроить вас в аспирантуру В университет Лев Иванович без этого Много сделал для меня Добился хотя бы Чтобы напечатали эту работу Без него Не было бы сегодня этого Он вас любил А вы Не отвечали ему на письма Ой, Алечка Бросали меня С одной стройки на другую А Что говорить об этом Ну что же На секции о вас доложат Нурматов Или не Свитский Не стоит, Алечка Что было, то сплыло У меня в голове Глубочайший вакуум Поздно Математики я уже не потяну Нет Неправда Никто от вас этого требовать не станет А потом Общее положение для вас Это вопрос двух-трех месяцев И потом, Павлик Важно совсем другое Ведь важно доказать Что вы правы И отец тоже Ведь Это сейчас главное Как-то уж Очень ты круто берешь В конце концов Ведь талант Это не только ваше Личное Это ведь государственное достояние Проблемы критериев Имеют сейчас Первостепенное значение Что вы улыбаетесь Откуда ты все это знаешь Между прочим, я Даже я стала доцентом Даже? Скромничаешь А как ты теперь по мужу? Нет По отцу Лазарева Доцент Лазарева Ну, вот и Лаптев Извини Но мне придется Ему кое-что сказать Здравствуйте, Алексей Владимирович Знаю, что Знаю А не вспомните Кузьмин Учился в политехническом Я Кузьмин Кузьмин Был в семинаре у Лазарева А Ульба Иванович Ну, как же До сих пор Его задачки рекомендую Ну, и где же вы теперь? Я? Теперь На производстве Где же еще? Коммутаторы Аккумуляторы Плохо, когда тебя все знают А ты А я теперь, Алексей Владимирович Вроде как бы известный математик Да-да Я тот самый Кузьмин Тот самый Кузьмин Слыхали? Метод Кузьмина Ага Помните, я Выступал с докладом А вы меня опровергли Разнесли, так сказать Политехническое Да Что-то по критериям Быть Студентом были, если память мне не изменяет Не изменяет вам память Так вы Тот Кузьмин Тот Вы, кажется Не согласились со мной тогда Собирались доказать Доказали, значит Поздравляю Теперь что поздравлять Дорогая ложка к обеду Кстати, ничего я не доказывал Другие доказали Все было правильно, Алексей Владимирович С самого начала правильно Может, так оно и лучше Что лучше? Теорию признают Только тогда, когда в ней нуждается До срока она ни к чему Всему свой срок Свое время От зеленых яблок что бывает? Ах, вот оно что А, вы, значит Математикой все эти годы Не занимались Ну, так вы же сами тогда сказали Пусть лучше Кузьмин пострадает от математики Нежели математика от Кузьмина А вы, конечно Собирались совершить нечто великое Жить рядовым Какой смысл? Вот, пожалуйста Жар птицы сама В руки Не упустите Шанс Последний Иронизируйте, Алексей Владимирович А ведь вы сами достигали и не отказывались Достигал Изо всех сил Еще как старался Лишь бы получить результат И первым На Думаете, эти гонки Мне души прибавили Я, например, людей, знаете, чем мерил? Знаниями Талантом Мне и в голову не приходилось Что так нельзя Математика Дивная наука Но нельзя ради нее Жертвовать Человеческим В человеке Да, конечно Я Достиг Многого Но, может, больше Потерял Если бы я начинал жить заново Знаете, что бы я делал? Музыке обучал бы Музыке Или Садовником А я был бы сейчас ученым Много сделал бы А я садовником, да Представляете, как это хорошо? Ну, вот посмотрите-ка Как это красиво А призвание А талант Отдаю Берить Талант, думаете, что? Счастье Думаю, что талантливый человек Многое может И людям больше дать И обществу А если наоборот? Если талант Глушит все чувства Я Как картрожник Навечно был приговорен К этой математике И все потому, что решил Главное во мне талант Я людей не замечал Вот и вас, например Не заметил Ведь на уравнение Смотрел Да Возмущался Ошибку видел А не человека Если б заново Честно говорю Отказался бы от таланта А вы молодец Вы ведь отказались Я? С чего это вы взяли? А вам не приходило в голову Что вы сломали мою судьбу? Мелом перечеркнули мою жизнь? Жаль, наверное Но Зачем вам теперь-то? Зачем? А в назидание Другим А то ведь у нас Не любят выяснять Кто там когда-то ошибся Загублены годы А кто в этом виноват? Он виноват Он Так вот пальцем тнуть Чтобы все видели Допустим Но ведь я о вас И не помышлял А вот вы Вызвать-то Не приняли Крест не взвалили И молодец И слава Богу Что не страстотерпец Ухлопали бы годы Ну и что? А так, по крайней мере Дел делали Спасибо, Алексей Владимирович Значит, вы все заранее решили Чтобы я делом занимался Эээ Не умейте вы иронизировать Знаете Можно ведь и так посчитать Быть человеком Значит бороться Это еще в школе проходит Да Он Лазарев боролся с вами И что же Вы просто-напросто Вышвырнули его из института Придрались к пустякам И На пенсию Это я с ним боролся Он не боролся Он не боролся Лазарев вредил Он был клеветником Что это значит Вредил? А вы будто не знали Ну, вообще-то Разговоры ходили Но ведь Нас студентов Не посвящали Постойте-ка Ведь Это Лазарев Грозил мне Что вы будете бороться Я? Да Что вы меня Разоблачить Разоблачу Вас В чем? Не знаю Старая история В том В чем нас Лазарев Тогда разоблачал Ха Да Если б вы знали Не хочется Нет Вы Вашего наставника Не защищайте Не стоит он того Не верю Не может этого быть Ну, значит так Завтра На заключительном заседании Я вас Представлю Ежели захотите И работу вашу отмечу Я буду председателем Компенсирую хоть как-то Ваши потери Поскольку я старейшина Глава И тому подобное И это будет правильно Почему-то вы не рады Ну что вы Что вы В полном восторге Ну и ладненько Считаем Что сделка Состоялась Что это значит Сделка 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 Да нет Позвольте Почему вы так Про Лазарева Да, я не поверил Простите меня Но все это бездоказательно Идемте Борт С них началась Наша советская школа Наша теория Коля Он, пожалуй Первым сформулировал Коля Щапов Этот Всегда Орущий Простак Раздавал свои идеи Направо и налево Никогда Не заботился Об авторстве Соображал Быстрее всех Инфаркт Один Потом второй Дело рук Лазарева Вот Петя Ярцев А вот Волин Сергей Алексеевич Только что получил Орден Заблюдник На всем Скаку Подшибли Лазаревская Компания Спасибо Уральцы Пристроили у себя Ну Что было делать А? Что? Ну зачем? К чему все это? Он Ярцев Знаете его? Нет Вот не успели бы мы От Лазарева Освободиться И не было бы В науке Петя Ярцева Член КОК Институт У него какой Хотите Позовем его? Он вам Расскажет Зачем Лазарев Это делал? Зачем? Старая история Посредственность Ненавидит талант Лазарев умел Это использовать Бездари охотно Сплотились Вокруг него Они двинулись Они знаете Люди Дружные Ну хорошо А при чем Тут был я? А вы были Для него Одним из способов Укрепиться Вот оно что Значит Со мной Вы разделались Попутно Я пешка Я ничто Я кучер Что за кучер? Меня всегда поражало Бомбу бросают В царя А то что при этом Кучер гибнет Никто не думает А ты царя Не вози Вы что же Действительно Считаете Что все эти Ваши штучки Дрючки Все эти критерии Прочие бирюльки Важнее того Что происходило Важнее чего? Той борьбы С клеветниками Тех людей Которых удалось Отстоять Может вы и правы Мне трудно судить Но я вот что Хочу понять Со мной то Вы умышленно Разделались Не совсем Это как бы Слилось Знаете Ведь видишь То что хочется Собидеться А если бы Вы увидели Что работа моя Правильно Тогда как бы Вы с Лазаревым Поступили Извинились бы Признали Как? В том-то и пакости Что не знаю Казалось бы Все во имя Истины Даже ради науки Ничем нельзя Поступиться А тут Да Вы Знаете в чем Преимущество старости? Преимущество которое Заменяет многое Женщин Вино В старости Начинаешь Людей жалеть Жалко всех А Лазарева Не могу И вам не надо Я ему сказал Наука не мешает Быть подлецом Но подлость Мешает быть Ученым При дочери Сказал Нехорошо У меня А Итак До завтра Быстро Нехорошо Учен Поставил Преимущество Нехорошо Отдумывайте Они Просто Будет . Нехорошо Малые Делая Преимущество Были Поставим Учен Учен Белоро Остав pathogens С Учен Стан Белоро Учен Он Учен Если меня будут спрашивать, я здесь. Прошу. Ну? Вы все ему высказали? Да, мы объяснились откровенно. И он что? Он. Но про папу вы ему сказали? Простите, Павлик. Конечно, вы не обязаны передо мной отчитываться. Но ведь вы понимаете, что я имею право интересоваться. Меня это касается. Пожалуйста, интересуйся. Но мне зачем с Лаптевым о твоем отце говорить? У них свои счеты. А Лаптев все такой же боевой. Умница. Садовником стал бы. Это все? Вы ему простили за эти его достоинства? Ясно. Вы решили не портить с ним отношения. Очевидно, он за вас ловечко скажет. Представит. Изложит обстоятельства. И дело с концом. Вам выгодно. И ему тоже, кажется, не придется. Ну что же, отличная сделка. Да что вы все сговорились, что ли? Какая сделка? Нет уж, Павлик, вы дослушайте меня. Вы примирились с ним. Боитесь. И зря. Лаптев теперь укусить никого не может. Он бил вас. Вы сейчас его бить можете. Сейчас. А не вдогонку за гробом. Его нужно заставить каяться. Его нужно заставить признать. Прикинулся беспомощным. Мудрым старцем. Как же думает. Думает, что мы ему отпустим его грехи. За давностью лет. Нет. Ну ладно, не надо, слышишь? Аля, ну не надо. Ну перестань. Я тебя прошу. Ну перестань. Вы что, забыли, как он издевался над вами? Вы что думаете, он заблуждался? Он отцу мстил. Что он сделал с папой? За что? За то, что он напечатал вас? За то, что он напечатал эту вашу работу? Если бы не Лаптеву, ему бы жить да жить. Я уж не говорю, что моя жизнь пошла в кривь. Так что же, я должна Лаптеву простить? Нет. Не имею права. Перед памятью отца. Скажи, пожалуйста, ты про Щапова что-нибудь знаешь? Ну как же, это корифей, это история. А Волин? Господи, Павлик, общеизвестные имена. Я только не понимаю, зачем это вам сейчас? К чему это вы? Так вспомнил вдруг. Знаешь, мне кажется, что через столько лет и Лев Иванович не стал бы. Я не знаю, стал бы или не стал бы, он мог, а я не имею права прощать. Ну все. Все. Давайте лучше о вас. Павлик, вы же должны пользоваться моментом. Теперь у вас есть право пожинать плоды. Вы, ну почему вы боитесь повернуть руль в своей жизни? О-о-о-о. Чему вы смеетесь? Это же интересно. Какие мы стали слишком ответственные. Кем вы сейчас работаете? Обычное монтажное управление всесоюзного значения не имеет. Начальник. Секретарша моя, она же машинистка, завхоз к тому же. Кофе не подает. Чайком, правда, иногда балует. Машина не положена. В Москву не вызывают, министры не звонят. Бог миловал. Чего вам жалеть, Павлик? Я понимаю, что любая работа может дать удовлетворение, особенно человеку талантливому. Талант он всюду, талант. И все-таки, что она вам дала, это ваша работа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот видите, а вы были чистолюбивы. Да. Да, помните, как вы говорили, солдаты свое дело сделали, теперь спасают страну инженеры. А еще папа вам сказал, а как же ученые, ведь ученые изобрели атомную бомбу, дали стране надежную защиту. А вы ответили, что бомба никого не согреет, никого не накормит. Людям нужны элементарные блага. Смотри-ка, неужто я так и сказал, благо? А ты знаешь Ярцух? Ярцева? Лично не знаю. В Киеве работал. Когда-то он работал на кафедре с Львом Ивановичем. Ну и что? Вы чего-то недоговариваете, Павлик? Ну, собственно говоря, что ты так озабочена моими делами? Потому что мне за отца обидно. Потому что он не дожил. Потому что он не узнал. Потому что я тоже разуверилась в нем, как в ученом, так же, как и вы. Потому что я жалела его. Потому что я думала, что это ненависть Клавтьева, это его пунктик. Потому что я предала его так же, как и вы. А он чувствовал это. И скрывал. Он думал, что мне так лучше жить будет. Он даже тетке говорил, пусть дочь думает, что у нас по заслугам почет. А отец у нее убогий, юродивый. Только он беспокоился, как я себя буду чувствовать, когда вот это произойдет? Что это? Вот то, что произошло, Павлик. То, что вас признают. То, что, оказывается, Лазарев прав. И что мне тогда стыдно будет. Вот мне стыдно.